МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем этот выпуск со статистики по пожарам. С начала августа в регионе было зафиксировано 215 пожаров, 60 из них в жилом секторе. В огне травм различной степени тяжести получили 4 человека. Один, к сожалению, погиб. Кроме того, удалось спасти 17 человек и 46 эвакуировать. Участвовали сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области в ликвидации последствий ДТП 211 раз, а также были планы выучения. Одно из них провели поликлиники номер 5 в новом микрорайоне. Вот, действительно, у нас пожарная тревога. Возграем, что это один из стационара, принял. Ситуация условная, но все действия настоящие. Местом тренировки стал филиал поликлиники номер 5 на Вьюжной. По легенде, там произошло возгорание на шестом этаже. Эта территория охраняется пожарно-спасательной частью номер 13. Два звена выезжают по тревоге. По прибытию на место становится понятно, что эвакуироваться смогли не все. В задымленном помещении могут оставаться люди. Остается взрывок ДСС для проверки, для эвакуации людей. Нам пожарно номер 2 условно. В дело вступают газодымозащитники. Надев дыхательные аппараты, внимательно проверяют каждое помещение. На улице в этот момент разворачивают штаб, прибывают новые подразделения, устанавливается автолестница. Один из условных пострадавших оказался отрезан огнем. Единственный шанс на спасение – это спуск по лестнице с высоты шестого этажа. Мужчину страхует один из спасателей. Медленно, но верно оба достигают безопасной зоны. Параллельно с этим другие звенья ликвидируют условный огонь. С спасательными задачами гарнизон справился успешно. Оценка учреждения – хорошо. Учения привлекались 8 единиц основной техники, 2 единицы специальной техники. У нас такие учения проводятся регулярно, раз в полгода. С эвакуацией пациентов и врачей. Здесь обрабатывается работа между врачами и пожарной охраной. Такие учения обязательны. Мужество, честь и сила в Тобольске состоялось, пожалуй, одно из самых зрелищных мероприятий. Спортивных мероприятий, организованных ведомством. Пожарная тяга, сибирский характер. В этом году открытые соревнования получили статус международных. Показать свой характер приехали огнеборцы из республик Беларусь и Казахстан. Вообще прям, ну, довольные, ну, эмоции, сами понимаете. Адреналин, 15 команд, еще Белоруссия приехала. Вообще прям такие ребята и все дружные. Вот это мне нравится. Не знаю, как в других спецификах работы. Он именно в пожарной охране, как бы я считаю, что прям все дружно. И каждый знакомился. Некоторые, когда мы приехали, о, Казахстан приехали, ребята наши. Ну, вот ваши, получается, России. Вообще, довольные. Организация мероприятий на высшем уровне. Учитывая, что такой маленький город и столько всего. Все до мелочей продумано, как бы, ну, подсказки. Даже эти маленькие элементарные полосочки. Там на касках обозначение. Все пошито, прошито, ну, по высшему разряду, как говорят у нас. Помимо представителей стран ближнего зарубежья, на старты вышли российские команды из Мурманска, Хмау, Янау, Тобольска и, конечно, Тюмени. Всего 15 команд. Это 45 спортсменов. Каждое звено ждало 10 испытаний, пройти которые необходимо было на время. Точка старта, автолестница, испытания, рукоход. Далее звено необходимо поднять и пронести на руках три круга, пожарный квадроцикл весом 400 килограммов. Затем участников ждет пирамида из 10 рукавов. Каждый весит 35 килограммов. Задача перенести их вперед и собрать такую же пирамиду. На очереди истафетный этап. Первый участник кантует 100-килограммовое колесо. Второй несет кислородные баллоны весом 140 килограммов. Третий с помощью кувалды должен сдвинуть колесо на 3 метра. И это только половина трассы. Впереди переворот автомобиля. Без остановки. Пять приседаний с всасывающими рукавами. Здесь очень важна синхронность. Считать помогают зрители. После звено ждет пожарная машина. Задача втроем сдвинуть ее с места на определенную дистанцию. Ну а дальше лестница в небо. Финальный этап соревнований. Подъем на 30 метров в высоту по пожарной автолестнице. Все спортсмены уверяют, что это один из самых сложных этапов. Потому что за прохождение всего круга очень сильно забиваются мышцы. Высота серьезная бывает так, что ребята в конце даже падают. Но задача, чтобы последний в звене третий участник нажал на кнопку. Только тогда время остановится. Выматывающие испытания – это концентрация рабочих будней спасателей. Дождливая и ветреная погода лишь добавляла трудностей. Несмотря на это, участники с интересом вступали в бой и доходили до конца. Трасса нелегкая. Трасса требует реальной подготовки. Реального проявления характера, духа. Спортивная конкуренция. Все команды приехали. Все готовились. Никто с улицы, так скажем, не приехал. Все знали, к чему, куда едут и что их ожидает. И поэтому конкуренция сильная была. И было очень интересно. Задим, что в следующем году добавится еще команда из других субъектов, а может быть из других стран. Которая захочет бросить нам вызов, мы любую страну сюда пригласим. С любыми коллегами будем общаться и соревноваться. У нас открытые соревнования, поэтому в принципе любой коллектив, который чувствует в себе силу, уверенность, может поучаствовать в наших соревнованиях. К слову, в этом году так и случилось. Помериться выносливостью и силой духа с профессиональными пожарными вызвались курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Просто проявили интерес как бы разностреливания и развития. Сами по себе спортсмены и решили, почему бы не принять участие. Тяжело, непривычно, но в целом все понравилось. После того, как я поднялся наверх, было очень тяжело, но перетерпев это, я почувствовал. Ну, радый, что смог прийти все-таки эту трассу. Служба МЧС – это очень сложная служба. Там как бы приходится позвать жизни других людей, там, приступать только через себя. Пожары, там, аварии, там, очень тяжело, я думаю, там, это работа для настоящих мужчин. По итогу упорной и напряженной борьбы победу одержала сборная главного управления МЧС России по Мурманской области. На втором месте команда Республики Беларусь. Тройку призеров замкнули огнеборцы главного управления МЧС России по Тюменской области. Медали и чемпионство привезли и другие тюменские спортсмены в составе сборной России, которые выступали на чемпионате мира среди юношей и юниоров и среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Он прошел на центральном стадионе города Алматы, Республики Казахстан. Уже дома в аэропорту атлетов встречали родственники, друзья и сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области. Ребятам пришлось выложиться сверх нормы, соперничая с представителями Казахстана, Беларуси, Болгарии, Словакии и Чехии. Тюменец Глеб Беломенов стал лучшим на подъеме по штурмовой лестнице среди юношей. Результат 6,87 секунды сделал его чемпионом мира в первый же день соревнований. Бежали в финале четверо нас. Я бежал по третьей дорожке, по второй дорожке. Беларусь бежал и по первой тоже русский. Вот Осипов, Матвей. Вот эти двое мои два конкурента были. Но в финале как бы все решилось. И вот. Подготовку ребята проходили на сборах в Подольском учебном центре. Наставниками стали тренеры Александр Хаткевич, Николай Дерябин, Олег Вильверт и Айрат Шревзянов. Во второй турнирный день в дисциплине полоса препятствий среди юниоров золото взял еще один тюменец Никита Воробьев. Переменчивая погода не помешала показать лучший результат 15,98 секунды. Это достается тяжелым трудом. Вот получилось. Выполнился задачу, цель. Мы очень доволен. Рад, что победил. Всего в медальном зачете у сборной России 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Новый пешеходный бульвар открылся в составе улиц пожарных и спасателей в Тюмени. Идея воплощалась в жизнь несколько лет при совместной работе главного управления МЧС России по Тюменской области, ветеранской организации пожарных и спасателей и администрации города Тюмени. Знаковое событие для сотрудников пожарной охраны, для наших старших коллег. У нас вот появляется такое свое пространство – бульвар пожарных и спасателей. Поздравить сотрудников чрезвычайного ведомства приехали губернатор Тюменской области Александр Мор и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Бульвар длиной в 600 метров станет данью нелегкому труду пожарных. А главным украшением этого места станут скульптурные композиции, отражающие эмоции спасателей и передающие специфику работы звена службы при ликвидации пожара. Сюда приходят с детьми. Детям очень нравятся наши ростовые фигуры. Особенно их впечатляет работа пожарных. Они подходят к рукаву и пытаются, как наши огнеборцы, пожарные спасатели, ликвидировать условное возгорание. Вторая точка притяжения – это пожарный, который сидит на лавочке неподалеку. Рядом с ним знаменитый на всю страну кот Семен, который трагически погиб в апреле 23-го года. Появление фигурки кота пожарного в Тюмени увековечит любовь и признательность всем четвероногим друзьям и помощникам огнеборцев и спасателей. Они вообще привлекают всех местных жителей, все сюда приезжают. Как зовут котика? Семен. И судя по уже затертому носу, для жителей Айвазовского кот Семен стал своеобразной приметой удачи и безопасности. Летние каникулы подходят к своему завершению. Сотрудники ведомства старались сделать их максимально безопасными и, конечно, интересными, проводя профильные смены уже четвертый год подряд. Одна из таких смен завершилась накануне в областном детском оздоровительно-образовательном лагере «Остров детства». Пожарные каникулы на этот раз случились у 80 девчонок и мальчишек. Среди них были и ученики кадетских классов МЧС России. Все из области патриотики, это из области того, что мы для себя готовим кадры на далекое будущее, так как в наших сменах есть и кадеты из Тобольска, из Ишима, из Тюмени, поэтому это вот то, что как бы объединяет наш интерес к детям. Поэтому это хорошо, это здорово. Любой может подать заявку и приехать на эту смену. У нас нет ограничений, ну, кроме возрастных, там, с 10 до 17, до 16 лет. Две недели ребят обучали правилам безопасного поведения, основам медицинской помощи, знакомились с профессиями и, конечно же, возили на экскурсии. Одним из пунктов программы было посещение пожарной части и изучение устройства пожарной машины. Мы даже в ней сидели, рассматривали ее полностью, нам все показывали. Тоже очень сильно понравилось мне. Больше всего мне понравились пожарные мероприятия. Было очень интересно, познавательно. Я бы хотела стать пожарным и спасать жизнь. Финал смены по традиции прошел у костра в кругу новых друзей, где для ребят подготовили сюрприз – большой торт и выступление оркестра МЧС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова